Здравствуйте! Сегодняшнее видео посвящено турниру на сайте Liches. Это турнир второй по значимости, который проходит в течение дня. То есть самый главный турнир считается Daily Classic Arena. То есть мы говорим про быстрые шахматы, 10-минутные. И второй по значимости турнир это Eastern Classical Arena. То есть дневной турнир. Давайте в него запишемся. Сразу турнир. Вот он, Eastern Classical Arena. 10 минут на партию каждому дается. Пока участников мало. 6 человек. Остается до начала турнира 2 минуты. Чуть больше 2 минут. И будем ждать начала турнира. Что еще хотелось бы сказать, пока не начался турнир. Что на сайте Liches.org есть такая функция, как Liches.TV. То есть показывают партии. Вот давайте зайдем. Смотреть Liches.TV. И здесь можно посмотреть, кто как играет. Топ рейтинговых игроков. На данный момент. Чем это хорошо? То, что можно угадывать ходы. И значительно улучшить свою игру. Естественно, ходы, которые играют шахматисты, могут быть разного достоинства. То есть могут быть и слабые ходы. Но тем не менее, вы можете попротивляться в том, чтобы угадывать ходы игроков. И таким образом повышать уровень своего мастерства. Вот как мы видим, тут есть топ рейтинговых игроков. На данный момент. И по времени. То есть Bullet, Blitz, Classical. Ну и остальные виды шахмат, которых здесь большое количество. То есть таким образом на Liches.TV вы можете наблюдать за игрой самых рейтинговых игроков сайта на данный момент. Давайте вернемся в турнир. Остается 50 секунд. Записал и здесь человек пока. Ну вот, с утра меньше количества игроков. Но в любом случае больше, чем на других сайтах. То есть в любом случае будет где-то игроков 100. То есть постепенно подтянутся. Чем хороши эти турниры, то что в отличие, допустим, от сайта Шахматная планета, где проходят по швейцарской системе турниры. Здесь турниры проходят на большинство количества очков. То есть можно записаться в турнир. То есть в разгар турнира даже можно записаться и в любом случае поучаствовать в турнире. И точно так же можно выйти из него. Итак, турнир начался. Давайте играть. Вот сразу дают сильного соперника. Рейтинг 1952. Ну, потому что у меня рейтинг тоже 1941. То есть равного по силе соперника дают. Давайте предложим ему сыграть русскую партию. Нет. Играет Кравевский Гамбит. Что ж, это интересно. Давайте Фишера в защиту. Играет крючка. Продолжение следует... Соперник быстро делает ходы. Видимо, хорошо знает этот дебют, в отличие от меня. Караевский гамбит я, честно говоря, даже не разбирал. Играю просто по наитию. Так, давайте сделаем маркировку. Так, вверх позицию. Продолжение следует... Такое времени много. Такое место, стоит подумать над позицией. Интересная позиция. Такое место, стоит подумать над позицией. Угрожает выигрыш пешки Д4 и конь Ж3, Д5. Конь Ж3, на конь Ж3 фержант. Потом надо уходить. Куда, спрашивается. С Д2. Да, пожалуй, так можно сыграть. Интересная игра получилась Комбинационная, тактическая Много считать вариантов надо Ага 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 Продолжение следует... 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 очень сильно играет соперник 19 секунд 20 секунд 20 секунд 20 секунд 20 секунд 20 секунд 20 секунд Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время... Так... Слабый соперник достался после проигрыша... Так... Обратно в турнир... Соперник не пришел на игру... Система этого турнира такова, что когда выигрываешь третью партию подряд, то дают не два очка за победу, а четыре... Те, кто берет берсерк, кинжалы, сабли, то получает... Может получить за выигрыш три очка, а если идет серия побед из трех выигрышей, получать... Пять очков за победу... Продолжение следует... 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 по моему он не может уклониться от размена сердце 1 у ферзя нет полей а разумно но мы все здесь сам главным поменяем чтобы атаки него и ладьющик осталось поменять еще ладью и будет выигрыш ладья 2,4 грозит и ладьющик Продолжение следует... 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 да по времени проиграл обратно в турнир до позицию он создал неплохую то есть выигрыша прямого что-то я не нашел так опять этот соперник 1959 рейтинг и опять он белыми давай еще раз королевский гамбит сыграем тем более мы знаем что была допущена ошибка так какие перспективы Продолжение следует... 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 h2 попроще сыграть ладья h2 ладья h8 а нет только сдваиваться надо не ладья h2 так ну убежать мы не дадим так а есть же ход еще ферзь h4 и g3 запереть его а нет ферзь h4 g3 нет такого входа ладья мешает конь f3 слон f3 gf ничего не дает ладья h2 ладья h2 напали на марс слон f3 g4 тоже плохо нам так на ферзи согнать невозможно поэтому ладья h4 ладья h2 а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Шахов больше нет Попал он в этой партии Под разгром Отыгрались За ту партию Так вот Как мы видим Третий подряд Выигрыш и за победу Дали не 2 очка, а 4 59 человек 60 человек участвуют в турнире На первом месте идет Шахматист с рейтингом 2081 На втором месте 2131 1886 Ну Приличный рейтинг Так С5 С4 Сицилянский дебют слона Как я его называю Попал он в этой партии Уже 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 По Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Ферзь С4, стоит ли лезть в это? Ферзь С4, Д5. Ладья Ф8, наверное, последует. Ферзь С4, ладья Ф8. Так, Д5 сначала. Д5. ЕД. Конь бьет Б4. Ферзь бьет Б4, конь бьет Д5. Ну, по крайней мере, фигуру отыгрываем. Так, ладья Ф8. Ладья Ф8, конь бьет Х7, ладья Ф7. Конь Ж5, ладья Ф8. Вот это, по-моему, лучше. Ферзь С4, ладья Ф8, конь бьет Б4, 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 конь бьет Б4. Продолжение следует... 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 король d7 например нет спокойно а вот теперь уже всерьез грозит f5 грозила пока он в центре тут остался король мы его вскроем слон d3 шах или ферзь он лучше залезть на g6 ферзь d3 с тем чтобы ферзь g6 шах король на d7 текает тогда лучше сначала слон d5 шах дать так какой пешкой бить так какой пешкой бить угроза конечная я и слон дед ж 4 и тогда он останется на королевском фланге король его легче будет атаковать а ему будет сложнее меня открывать ну и пешку прихватим прокироваться нельзя будет вилка может и качество скинуть лучше чем атаке подвергаться а а если сделать короткую кировку тогда приходится забыть об атаке зато не будет таких вариантов три ноля слон биржи 4 шах а же сервер же 4 шах король до 8 да все-таки делать рокировку мы будем ему открывать ими аж просто качество заберем ими качеством Так. Пойдем в атаку. Пойдем в атаку. Перспектив нет. Строим линию. 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 Неприятный наскок грозит. Строим линию. 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 Сейчас осталось играть в турнире. Лидер. Кстати. Виктор. Виктор ВВ. Он берсерка не берет. И вообще тут с берсерком. Наверху никого нету. 1638. Так. Королевский дамбит опять играет. Приятно. Д3. Ага. 10 одна. 12. Сдно. 1000. offscreen... 10 mist. 20. 10 Jenna. Продолжение следует... 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 И еще раз. Ага. И еще раз. И еще раз. Ошибся он в защите. Дал мне шансы на атаку. Атака идет. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Так. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Что дальше? Против двух ладей играть. А тут вроде пассивные все фигуры. Да. Может быть просто С4. Игры-то у него нет. Нет. Королем уйти он не может. Игры-то уйти. Игры-то уйти. Весьма неплохо. некорректная была жертва то есть пришлось отдать фигуру на ровном месте выиграл он заслуженные так так а теперь можно выигрывать фигуру ладья бьет d6 слон связан и ферзем он не побьет еще размен делать или как то можно победить легко и так и и так 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 разнопольные слоны ничейная тенденция уходить из центра нельзя затормозили упевку на королевском фланге делать нечего а вот четыре пешки поддерживать это самое то так времени мало нечего 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 Тихо. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какую песку подарил. Тихо. Тихо. Две связанные должны сделать партию. 45 секунд, ускориться надо, ускориться. Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 2130... Дали соперника... Продолжение следует... Так... Д4... Коня в 6... Продолжение следует... 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 22 очка имеет идущий четвертом то есть окажусь на доске почета может так сказать которым турнир заканчивается осталось сыграть хорошо еще последнюю партию так f4 деда слона может быть Продолжение следует... Так, идем в атаку. Продолжение следует... 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 Ну, и мы поднимаем. Так, что, по пешкам 6 пешек, 1, 2, 3, 4, 5, на 5. Так, что, по пешкам 6 пешек, 1, 2, 3, 4, 5. Допускает он, по-моему, решающую ошибку. Дает мне атаку. Остается 10 минут и как раз эта партия последняя. Надо было ему переходить, конечно же, в Энспиле. То есть конь был несъедобный. Сейчас его король будет подвержен метаниям. Так. Так. Интересно. А если так? Похоже, ферзя вынужден отдать. Да, сдался. Опа. Вышли на первое место. Остается 9 минут. Нет. Все-таки первое место не у нас. Шторм на первом месте. Берсерком он играл. Ну, последнюю партию можно уже не играть. Я нажимаю покинуть турнир. Остается 8 минут. То есть партия не будет защитна в любом случае. Не успею я ее сыграть. Поэтому остается только дождаться окончания турнира. И давайте посмотрим, как это выглядит. Вот. Показывают в данном случае лидера Шторма. Его игру. На правой доске. То есть, чем хорош сайт Личес. То есть, в турнире показывают партию лидера на странице турнира. Допустим, вот этот турнир Эстерн Классико Ларена. И показывается, значит, партия лидера. Вот Шторм сейчас играет. То есть, можем наблюдать за игрой. Также вот еще раз хочу показать Личес ТВ. Вкладка Смотреть. Личес ТВ. Где самые рейтинговые шахматисты, которые играют в Bullet, в Blitz, в классику или в другие виды шахмат. Все это отображается. То есть, можем наблюдать за их игрой. Что тут еще интересного? На сайте Личес можно решать задачки и дебюты. Сеанс одновременной игры можно давать. То есть, очень хороший сайт. Хорошая наполняемость его. Так, вернемся давайте в турнир. 123 человека, как я и предполагал. Подключилось в итоге. Ну, со второго места меня может только Салари согнать. А он сам тоже отсоединился от турнира. То есть, как мы видим, можно отсоединяться от турнира, когда нам это необходимо. Я пока отлучусь, сделаю себе кофе. Вы можете наблюдать за игрой Шторма. За его партией, где он играет. Правда, не успеет. Скорее всего, он не засчитается ему эта партия. Но он и так побеждает в турнире. То есть, на 1 очка он опережает меня. И эта партия уже, в принципе, для него ничего не решает. Так, уже объяснил вам еще и отлично. Все на этом. Так, это все, в принципе, может быть. Так же, конечно. Уменись. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...